Подводим итоги матча. Креатив, Фантазия. 6-2, Фантазия оказалась сильнее. Иса Дребоев, игрок Фантазии, с нами. Иса, поздравляю с победой. Первое впечатление об игре. Вроде бы в первом тайме не особо получалось. Поигрывали 1-2, но во втором тайме 5 мячей забили. Общие впечатления по игре какие? Спасибо большое. Ну, впечатления какие? В первую очередь, немножко непривычно, что касаемо поля, потому что отскок немножко не предугадать его. То есть мячик скачет постоянно, особенно если это дается в борьбу. То есть очень тяжело принять мяч. А так, команда соперников, честно думали, наверное, по крайней мере, я точно думал, чуть полегче будет. Но, как я уже понял, проходных игр здесь не будет. Поэтому победа, волевая победа. Сыграли, в принципе. Могли сыграть лучше. А если говорить конкретно про поле, про поляну, по размерам она привычная? Потому что по ощущениям в Суперлиге она чуть-чуть длиннее, как отсюда кажется, по крайней мере, сборовки. Ну, кто-то говорил, что непривычно. Но еще раз говорю, чтобы здесь показывать максимум свои игры, нужно хотя бы 5-6 игр провести, привыкнуть к полю. Потому что так сразу выйти и что-то сразу, какую-то командную игру показать тяжело. И индивидуально тяжело, и командно тяжело. Поэтому, если сравнивать с тем полем, на котором мы играли, ну, здесь как-то, мне кажется, более поприятнее. То, что разминка как-то более футбольная. Вот. А так, конечно, я думаю, что там получше по покрытию. В первом тайме именно с этим были связаны проблемы, потому что, ну, правда, вроде начали хорошо, но долго не забивали, просто ворота не попадали, штанги, вратарь стащил. Ну, это первая игра, она такая. То есть и по моментам, я бы не сказал бы, что в первом тайме они нас полностью переигрывали. Нет, у них там два момента, два гола. У нас там и штанги, и перекладина, и в пустые я прям в упор не забил. То есть, ну, просто во втором чуть более посерьезнее, можно сказать, включились ребята. Вот. И Гера тоже подзавел в перерыве. В принципе, все, вышли, показали. Могли больше забивать, но я думаю, что в конце забили бы больше, если бы прям счет был бы где-нибудь плюс-минус ничейный. Ну, забивали бы еще. Чуть предосхитил ты мой вопрос. В перерыве что говорил Гера? Потому что очень эмоционально было. Весь Софийский сотрясался от этих криков. Просто заводил или что-то в тактическом плане добавлял? Ну, он правильно говорит. Если мы хотим чего-то добиваться, не просто выходить как... Команда-средничок, да, в свое удовольствие играть, как некоторые играют. И если мы хотим чего-то добиваться и более-менее показывать какую-то игру и на что-то претендовать, то нам такие команды, как сегодня, нужно обыгрывать. Причем с каким-то даже запасом небольшим. При всем уважении к сопернику. Вот. А так, в принципе, все как обычно. Он подзавел, зарядил, вышли. Немножко все разозлились на себя. И я в том смысле. И все, в принципе. Спасибо. С победой. Александр Бережной, игрокоманды Креатив. Александр, в первом тайме выигрывали 2-1. Что случилось во втором тайме? Ну и общее впечатление по игре. Что случилось во втором тайме? Во-первых, силы закончились. Плюс там еще непонятное было действие просто. Там с арбитром немножко. Я так и не понял его. Он сам, наверное, не разобрался. Потому что так перевернул он немножко игру. Но, с другой стороны, это, наверное, не сильно бы сказалось на результате. Потому что в конце мы все-таки уже не хватало сил. И поэтому плюс проигрывали, бежали, пытались забить. Поэтому было много контур в наши ворота. Поэтому хорошо, что счет еще такой, а мог быть больше. А что именно случилось в эпизоде «Судьи»? Потому что это, если не ошибаюсь, третий мяч в фантазии. И было много разговоров. Хотя, если честно, отсюда я не заметил, что вообще произошло. Ну, просто человек фолил. Он хотел свистнуть фол. Потом почему-то не стал его свистеть, сказав, что мячик дошел до нас, у нас остался. А он попал защитнику в голову. Естественно, побежала контра. А мы все, кто еще лежит на бровке, кто в позициях других, мы не успели перестроиться и пропустили. То есть тут больше в этом момент. Но, с другой стороны, может быть, не надо просто ждать от «Судьи», что-то не свистнул. Надо забывать об этом и продолжать играть. Поэтому тут больше всего наше, наверное, все-таки вина. А есть ли общее впечатление об игре? Потому что, как показалось, команда играла в целом неплохо. Пока вот особенно были силы. Особенно на уровне сопротивления против команды «Суперлеги». То есть общее впечатление какие? Да, мы же с ними там и раньше играли. В принципе, мы же просто... У нас сейчас усеченный состав. Мы там на город, когда играли, пару человек подтягивали, кто посильнее немножко. А так, в основном, мы сейчас играем уже давно для себя. Мы этим коллективом уже лет 10. Ну вот и представьте, тогда нам было по 30. А сейчас как бы прошло 10 лет. Ну и, в общем-то, просто для души собираемся, играем, чтобы хотя бы играть вместе в футбол. Поэтому, а так, игра неплохая. Понятно, что я нервничаю периодически. Но это только лично мое зла нет. Ну и, получается, в следующих матчах команда в таком же составе ждать? То есть каких-то либо усилений, наверное, не будет, да? Ну, пару человек будет, как бы, да. Но не сильно изменится. Поэтому будем так. Спасибо, удачи!